Арендаторы торговых павильонов устанавливают ограждения вдоль улицы, сооружая личную парковку на муниципальной земле. При этом забывают, что подобные конструкции не позволяют пожарным машинам подъехать к зданиям в случае ЧП. Особое внимание привлекла и деятельность так называемых парковщиков, которые по улице Островского расставляют свои фишки и паркуют с утра автомобили. В отношении них организуем дежурство в случае, если они будут нарушать действующее законодательство, привлечем их к административной ответственности. В утреннее время, одновременно с обходами, мы будем уделять внимание именно территориям, скажем так, прилегающим и тротуарам, на которых расставляются фишки данными лицами. Мешают движению и автомобили, припаркованные вторым рядом на улице Островского. Здесь все зависит от активности полиции. ДПС штрафует нарушителя. В случае, если собственник не находится рядом с автомобилем, машину эвакуируют на штрафстоянку. Еще одна причина для составления протокола о правонарушении – это размещение торгового оборудования, столиков и зонтиков на муниципальной земле. Собственника вызовут на комиссию и оштрафуют. При этом у предпринимателей есть возможность узаконить выносные столики и кафе у ресторанов. Получить разрешение можно в администрации города. В ходе мониторинга были обнаружены и случаи незаконного выброса мусора. Как правило, это делается предпринимателями, не заключившими договор на вывоз ТБО. Штраф за такое нарушение для юридических лиц – до 100 тысяч рублей. Арендаторы стоящих ряда магазинов пообещали самостоятельно устранить проблему.